Эфир канал ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем программу с детской жестокости. Неожиданный поворот получила нашумевшая история с избиением мальчика-аутиста в Держинском районе Новосибирска. Встал. 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 Это еще не все. После размещения в СМИ этого видеоролика инцидентом заинтересовался Следственный комитет. В считанные дни были установлены участники конфликта и выяснилось, дети не просто так измывались над сверстником с отклонениями в развитии. Судя по всему, это была целенаправленная травля ради денег. С ребенка юные злоумышленники требовали 4000 рублей. Так вот, сегодня появилась информация о возбуждении уголовного дела. Статья вымогательства группы лиц по предварительному сговору с применением насилия. Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики. В настоящее время по уголовному делу следователям проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливаются причины и условия инцидента. Еще один недетский инцидент произошел этим утром. Школьница выпала из окна четвертого этажа одному из домов на вокзальной магистрали. Несмотря на то, что медики прибыли достаточно быстро, реанимационная бригада не смогла помочь ребенку. Девочка скончалась. По нашей информации, ей было 14 лет. На месте работали полицейские и следователи комитета. Подробности случившегося пока не разглашают. К другим темам в областной суд передают дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью в 1987 году. Спустя 35 лет фигуранта задержали в Поволжье и под конвоем доставили в Новосибирск к следователю СК. На допросе ему пришлось не только рассказывать, как прятался все это время, но и что стало причиной расправы. В конце 80-х ему было всего 25. Познакомился с юной барышней, которую тут же привел во времянку, расположенную в частном секторе Дзержинского района Новосибирска, на улице Почтовый лог. Во время рандеву пара поссорилась, и мужчина безжалостно расправился со своей жертвой, нанеся ей под сотню ударов ножом. Она начала кричать, обзываться, но я ее порезал. После совершения преступления мужчина сбежал в родной город Самара, где и прятался последние 35 лет. Поэтому под суд он пойдет по 102-й статье Уголовного кодекса еще РСФСР. Умышленное убийство с особой жестокостью. Обвиняемый вину признал. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Апелляционная инстанция подтвердила законность приговора Кировского районного суда, вынесенного на основании вердикта присяжных. Коллегия из шести человек единогласно признала бывалого уголовника виновным в убийстве. Зиновьев ранее привлекался к уголовной ответственности по части 1 ст. 111 Уголовного кодекса, а также по части 1 ст. 166 Уголовного кодекса РСФ. В его действиях усмотрен опасный рецидив преступлений. Вердиктом присяжных заседателей Зиновьев признан незаслужившим снисхождения. Алкогольная вечеринка со смертельным исходом произошла во время новогодних каникул на Затулинке. В ночь с 4 на 5 января Владимир Зиновьев вместе с товарищем распивали спиртное в одну из квартир 68-го дома по улице Петухова. Между собутыльниками завязалась словесная перепалка. Обвиняемый схватил нож и ударил оппонента в живот. Истекающего кровью потерпевшего злоумышленник перетащил в лифт, где он умер. Приговорили фигуранта к 12 годам колонии строгого режима. Он попытался обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Но областной суд отклонил Дова Дозиновьева и его адвоката. Патруль Росгвардии по горячим следам задержал новосибирский мужчину, напавшего на пенсионерку. Сам инцидент произошел в Левобережье на улице Забалуева. Злоумышленник, судя по всему, некоторое время следил за пожилой женщиной. И как только она сняла в банкомате 140 тысяч рублей, выхватил сумку с деньгами и скрылся. Ориентировку на подозреваемого получили все патрули. К слову, задержанным оказался ранее судимый за грабеж и наркотики 27-летний местный житель. Продолжаем программу. Мировой суд Кировского района сегодня поставил точку в деле о конфликте врача скорой помощи и отца маленького пациента. Словесная перепалка, которая переросла в драку, произошла из-за отказа бригады медиков надеть бахилы. Историю, наделавшую немало шума не только в местных, но и в федеральных СМИ, Февнида изучала без малого год. Один попал под уголовное преследование, второй стал фигурантом дела об административном правонарушении. Но привлекать к ответственности за нанесение побоев реаниматолога Семена Кудина в итоге не стали. А вот Никита Агапкин выслушал обвинительный приговор за умышленное причинение доктору легкого вреда здоровью. В ночь с 12 на 13 декабря 2020 старшему сыну Агапкиных стало плохо. Родители вызвали скорую, но пока ждали врачей и смогли самостоятельно стабилизировать состояние ребенка. На пороге глава семьи предложил реанимационной бригаде надеть бахилы, но медики пояснили, что делать этого не обязаны. Они предложили осмотреть мальчика в коридоре или в машине. Однако пока мать будила маленького пациента, между его отцом и врачом произошла словесная перепалка. Я слышу голос врача, который представился реаниматологом. Он очень грубо выразился и резко сказал, да идите вы на, дальше нецензурная лексика, я вообще здесь никого не буду смотреть. Муж после этого произнес фразу, что ты себе позволяешь, скажи имя, фамилию, я на тебя жаловаться буду. Я слышу ответ, для тебя я господин доктор. Дальнейшее развитие конфликта снял медбрат реанимационной бригады. Хозяин квартиры буквально вытолкал несговорчивого медика за дверь. Противоправное поведение потерпевшего судья признала смягчающим вину Агапкина обстоятельством. Стороны Кудина в адрес Агапкина были допущены оскорбительные выражения, в том числе и в грубой, нецензурной форме, что обострило сложившуюся между ними конфликтную ситуацию. Судья убрала из приговора и квалифицирующий признак из хулиганских побуждений. Агапкину дали 200 часов обязательных работ. Кроме того, он должен частично компенсировать потерпевшему нравственные страдания. Во всех СМИ до этого говорилось, что я хулиганя, испытывая свое превосходство, напал на белого пушистого врача. В ходе судебных разбирательств, в ходе следствия выяснилось, что все-таки причина, в основном это то, что Кудин обзывал меня, то, что вел себя по-хамски, неподобающий врачу. Это самое главное. Я считаю, что это первый шаг к победе. Конечно, я его в ответ оскорбил. И, ну, считаю, возмещение морального беда в размере 50 тысяч рублей, ну, это мало, потому что уроком для человека это не будет. И мы с вами видим, как он радуется и называет это малой победой. Поэтому решением суда я не удовлетворен. Обжаловать приговор намерены обе стороны. Так что Никите Агапкину и Семену Кудину придется снова увидеться в суде. Один попытается добиться оправдательного решения, второй более сурового. От своих принципов ни врач, ни борец за чистоту отступать, похоже, не собираются. И последнее. На стройке многоквартирного дома на улице Тайгинской в Калининском районе Новосибирска погиб рабочий. В причинении смерти по неосторожности правоохранители заподозрили его коллегу. По версии СК, 24-летний фасадчик при выполнении отделки допустил небрежность, в результате которой на потерпевшего с высоты 12 этажа упал мешок штукатурки весом 25 килограммов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следователи назначили ряд экспертиз фигуранта уголовного дела, намеренные отправить под стражу на время разбирательства. Заседание об избрании меры пресечения состоится уже завтра. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи.